Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Популярный блогер Лендон Клиффорд, который вместе со своей женой Камрин вёл YouTube-канал Cam&Fam, умер в 19 лет. Об этом его супруга сообщила в Instagram. Жена Клиффорда рассказала, что он скончался 13 августа. Последние шесть дней своей жизни он провёл в коме. Камрин добавила, что после смерти её муж стал донором органов, и подчеркнула, что таким образом он умер, спасая жизни других людей. Он должен был вести своих дочерей к алтарю. Он должен был умереть от старости вместе со мной. Невозможно описать словами ту боль, которую я чувствую, написала жена Клиффорда. Она подчеркнула, что постарается сделать всё, чтобы их дочери знали, как сильно отец любил их. На YouTube-канал Клиффорда и его жены Камрин Cam&Fam подписано 1,29 миллиона человек. В 2017 году, когда им было по 16 лет, Камрин родила дочь. В мае 2020 года на свет появился их второй ребёнок. YouTube-канал посвящённых семейной жизни, воспитанию детей, а также беременности и родам. Сама Камрин часто называет свой канал влог матери-подростка. 21 июня погибла известная российская блогер Настя Трапицей. Она и молодой человек ехали рядом на мотоциклах. Предположительно, они столкнулись, после чего девушка врезалась в разделительный бордюр и сильно ударилась головой. 18-летняя блогерша Миллионик скончалась на месте. О том, что девушка разбилась на мотоцикле, попав в аварию на Бали, рассказали пользователи в комментариях. Как отмечает РЕН-ТВ, ссылаясь на слова очевидцев, Трапицель ехала на своём красном мотоцикле по Сансат Роуд в городе Кутана-Бали. Рядом с ней на таком же мотоцикле был молодой человек. В какой-то момент их мотоциклы столкнулись, и девушка врезалась в разделительный бордюр, рассказывают очевидцы. Предварительно, юная блогерша получила тяжёлую травму головы и скончалась на месте ДТП, передаёт РЕН-ТВ. СМИ также опубликовало видео, которое засняли местные жители уже после аварии. На кадрах видно, как на асфальте лежит тело, предположительно Трапицель, а неподалёку от неё на дороге видны одинаковые мотоциклы. За день до трагедии девушка написала в свою телеграм-канале с любовью, тропи, что поссорилась с отцом. «Твой мотоциклист тянет тебя вниз», отмечал отец, но девушка настаивала на том, что ей нужна поддержка и силы, так как она переживает период выгорания. Анастасия Трапицель вела блог, посвящённый фрилансу, заработку в интернете, внутренней свободе и работе над собой. «Просто мечтала о свободе. Вот так я стала миллионером в 15 лет. Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс», написала она в описании к аккаунту в Инстаграм. Свой первый миллион она накопила за три года. По её словам, она с 12 лет вела YouTube-канал, и к 15 годам у неё на счету уже был миллион. «У меня не было больших затрат на жизнь, жила с родителями, иногда ходила в кафе и покупала себе одежду. Так и получилось, что в 15 лет на счету накопился миллион рублей», – писала Трапицель на свой странице в Инстаграм. В одном из последних постов девушка пишет, что для неё самое ключевое и важное – всегда делать то, что страшно. «Выходя из зоны комфорта и погружаясь в стресс, я безвозвратно выхожу на новый уровень», – отмечала она. При этом блогерша напоминала своим подписчикам, что важно слушать себя, ухаживать за собой, проявляя любовь к себе. «Я самое важное, что у меня есть», – добавила она. Она также поделилась с пользователями, что старается во время конфликтов занимать позицию наблюдателя и рассматривать ситуацию со стороны. Девушка также написала, что если хочется одолеть новую вершину, она ищет того человека, кто уже достиг её и просит её научить сделать подобное. «Не переставать учиться, постоянно заниматься саморазвитием, получать новые знания, которые ведут к цели, изучать себя и становиться более осознанной», – написала Трапицель. Она также отметила, что благодаря негативным ситуациям, она получает опыт, воспринимая их как жизненный урок, после чего старается реагировать иначе на такую ситуацию в следующий раз. «И самое новое, воспринимать жизнь как игру. Быть в моменте, пробовать, не заморачиваться. Это всего лишь опыт, всегда можно начать сначала», – заключила блогерша. В начале мая этого года, в свой 25-й день рождения, погиб американский блогер Кори Ла Берри. Об этом говорилось в сообщении Томиста. Молодой человек ехал в машине с участником шоу-мастер Тату Дэнилом Силвой, который был за рулём. В какой-то момент Силва не справился с управлением и врезался в дорожный знак и дерево. Основной удар пришёлся на пассажирское сидение, на котором сидел молодой блогер. Сам же Силва не получил серьёзных травм. Из-за того, что он значительно превысил скорость и, по словам свидетелей, сел за руль в нетрезвом состоянии, его задержали по подозрению в убийстве. Настя последние месяцы жизни жила на Бали, и её отец уверен, что она попала в дурную компанию. Родственник звезды считает, что друзья Трапицель существовали за её счёт. Это же касается и её бойфренда. 30-летний Виктор учил Настю кататься на мотоцикле, так как был инструктором. Роман пары закрутился быстро. Но мужчина продолжал брать деньги за обучение с Анастасией, несмотря на то, что они уже встречались. На балийских форумах пишут. «Он очень хорошо устроился. И деньги берёт», – заявляла Оксана. Андрей Трапицель отметил, что он слишком поздно узнал об отношениях Насти и не успел выяснить, кто такой Виктор. Дедушка блогера и вовсе сразу начал подозревать, что что-то в этой истории не так. Он посмотрел видео за июнь и заявил, что на ролике уже не Настя, а мотылек, который попал в паутину. Позже в сети начались обсуждения, что Трапицель употребляет наркотики. Родители звезды предполагают, что именно Виктор мог ей что-то подмешивать по вечерам или угощать какими-то чаями. Кроме того, отец Анастасии негативно отреагировал на публикации Виктора об интиме с его дочерью. Он решил поделиться своей личной жизнью с подписчиками. «Мне начали всё это присылать. Я кусками посмотрел. Там много слов, которых я даже не знаю. Я только про БДСМ слышал, а там ещё круче». Он её связывал, измывался над ней так, что она рыдала. Вспомнили родители Насти и о том, как Виктор себя вёл во время кремации тела блогера. Андрей Трапицель подчеркнул, что бойфренд звёзды давно увлекается эзотерикой. Он смотрел, как горит Анастасия. После он и вовсе заявлял, что ему интересно, как душа уходит из тела. Отец Насти рассказал, что он узнал о прошлом Виктора. Многие ученики мужчины жаловались на его непрофессионализм, как мотоинструктора. Некоторые и вовсе получали травмы прямо во время уроков. Позже матери Анастасии начали писать женщины, что Виктор их соблазнял и обманывал. Добавим, что после смерти Насти с её счетов кто-то активно стал снимать деньги, а друзья привезли из Балини все вещи 18-летней звезды. Например, пропали наряды дорогих брендов и 3 миллиона рублей. Несмотря на странные факты, родители Насти не планируют поднимать шум по этому поводу. В данный момент их заботит вопрос установки памятника на могиле их дочери, рассказал отец Трапицель в YouTube-шоу Пушка. Напомним, 25 июня тело Анастасии кремировали. Часть её праха развеяли над Бали, а часть привезли в Санкт-Петербург. Звезду похоронили на Серафимовском кладбище. Родители Насти не смогли присутствовать на церемонии на острове из-за закрытых границ.